Радио. Значит, сегодня будем готовить довольно очень простое блюдо, жаркое из того, что, я бы сказал, имеется в холодильнике, но, может быть, чего-то действительно у кого-то некого в холодильнике. Поэтому смотрим, наслаждаемся и по возможности готовим и повторяем дома. Давайте мы начнем с пассировки овощей. У меня будет болгарский перец. Много мне не нужно. Нарезаем прям вот крупно. Я прям вот буду крупно резать все овощи. И все вместе это будем прям обжаривать. Много не будем делать, да? Лишнее убираем. Ну, вот так вот прям крупненько нарезаем, да и все. Дальше у меня будет цукини. Много тоже не нужно. Я половину из этого цукини возьму. Вот. Выбрасываем лишнее. Да, да. И нарезаем тоже такой крупной нарезкой. Ну, жаркое я, например, предпочитаю крупной нарезкой. Кто-то, может, мелко режет, кто-то, может быть, и не мелко. Ну, прям вот так. Все. Дальше лук красный. Можно лук использовать репчатый, не обязательно красный. Тоже крупно. Вот смотрите, да? Там можно мелко нарезать, а можно крупно. Ну, допустим, у меня там супруга вообще лук не любит, да? Желательно на терке его использовать. То есть давайте я здесь буду использовать мелко. Может быть, и супруга поест, кстати. Такой средний кубик. Вот. И если вам вот так неудобно резать, если, просто берем вот какую-то часть, переворачиваем. И вот таким вот образом режем. Просто чуть-чуть поворачивая его. Ну, я привык вот так резать. Дальше возьмем морковь. Она у меня реально маленькая. Как будто я ее, правда, из дому принес. И вот тут, кстати, морковь я люблю, когда вот прям вот полукольцами. Но при этом они, чтобы такие более-менее крупненькие были. Вот. Вот такие. Все, овощи мы нарезали. Я их сейчас быстренько обжарю. Добавляем масло обычно растительное чуть-чуть. Сковорода у меня антипригарная, туда ничего не пролипает. Поэтому масла много лить не надо. Что мы делаем дальше? Дальше мы просто скидываем наши овощи в сковороду. Вот так вот я это делаю обычно на кухне. Можно доску поднять, можно со сковородой отойти. И все это дело обжариваем. Пока овощи у нас обжаривают, берем картофель. Тоже ее нарезаем такой крупной нарезкой. Я люблю прям вот крупно, произвольно. Не надо прям мне какая-то ровная нарезка. Я не на выставке. Вот. Овощи наши обжариваются. Картофель нарезаем. Ну давай еще половину вот этого в огнем. И следим за овощами одновременно. Дорезаем наш картофель крупной нарезкой. Я аж хочу быстро приготовить, у меня нет времени. И очень быстро все это готовим. Колерочка у нас уже появился. Картофель мы тоже туда отправляем. Даем ему тоже колерочек со всеми овощами. Да и в принципе можно картофель весь нарезать, чтобы не заморачиваться. Вот. Ну смотрите, вот я уже готовлю минут 5, наверное, в совокупности. Ну плюс 3 минуты у меня ушло на очистку овощей. Все. Очень простой действительно рецепт получается. Вот моя тряпочка. Пока у нас овощи готовятся, дальше мы подготовим быстренько фарш. Я сделаю моего сына любимые такие шарики. Я ему обычно делаю такие, знаете, как митболы, которые вот в Икеа продаются. Я их делаю именно в соусе демигласа. Мне не будет сейчас демигласа. Просто фарш, солька, перка. Вот. И яйцо сюда добавим. Или хотя бы желток. Чуть-чуть. Чтобы не все. И просто перемешиваем. То есть ничего добавлять сюда сверхъестественного я не буду. Вот такой вот жиденький получается фарш. Фарш чуть-чуть мы отбиваем. Буквально чуть-чуть. И все. И фарш готов. Вот он. Все, пожалуйста. Дальше мы просто берем столовую ложку. Вот так вот там по чуть-чуть взяли. Либо вот в перчатках можно. Шарик вот такой вот сформировали. И все готово. Все. Сейчас все покажу. Овощи у нас готовы. Овощи у нас готовы. Что мы делаем дальше? Берем сотейник, кастрюлю. Что у вас там есть дома? Казан. И все это дело вот таким вот образом скидываем сюда. Вот. Дальше нам это сейчас пока не нужно. Сковороду я мыть не буду. Зачем? И в ней сейчас сразу же обжарю наш мясный мидбок. Добавляем чуть масла. Буквально колерок дам со всех сторон. И больше мне не нужно. Так. Берем столовую ложку и формируем. Так. Вот так вот берем. И вот так. Раз. Нам надо просто маленький такой золотистый колерок дать. И больше ничего здесь в принципе по сути и не нужно. У нас наши смотрите такие вот типа кнельки жарятся. Вот знаете что я сейчас подумал? Я подумал о том, что в целом, в целом, такие шарики продаются я видел уже готовые. В пятерочке, в магниче, просто в боксе. Купил, вот так вот обжарил, потом туда кинул и как бы все готово. И все. Все. Миску мы убираем. Смотрите, шарики у нас готовы. Добавим сюда чуть-чуть сливочного масла. Там уже, наверное, колерок у нас появился. Давайте проверим. Ну да, вот они уже колерок есть. Такие кнельки просто. Нам колерок нужно дать. И все это дело мы будем скидывать с вами в само жиркое. Ой, конечно, мне могу сейчас сказать, блин, чувак, ты заморочился, как бы, вот этот фарс туда-сюда. Проще было взять мясо, нарезать, потушить и все такое. А почему нет? Почему нет? Почему не из фарша? Быстро. Вкусно и тоже не надо ничего там лишнего. Все, у нас уже почти готово. Сейчас мы это туда высыпаем. Что у нас? Все. Здесь у нас все готово. Берем вот это все дело сюда, просто высыпаем. Класс, да? Смотрите, там вообще еще не готово, уже кушать все это хочется. Берем воду и туда отправляем водичку нашу. Вода, да, у меня она не с кулера. Вода у меня селигерская. Селигерский бульон, такой прикольный, классный. Насыщенный, самое главное. И просто от продам. Да, как Невский бульон, только селигер. Что мы делаем дальше? Я пока все готовил, так быстро. Что же забыл, что нужно еще чеснок добавить. Добавляем туда чесночок. Тоже вот сейчас меленько его нарежем. Вот, и туда отправляем такой вот свежий чесночок просто. Можно его выдавить, можно натерки мелко натереть. И зелень. Также без зелени-то. Петрушка, укроп или все. И сразу можно добавить. У меня это будет петрушечка. Можно добавить в конце, можно вот сейчас добавить. А можно сейчас и в конце, чтобы дать, так сказать, больше аромата и пикантности блюду. Это будет тоже классно. Дальше специи. Специи. Что мы еще специи? Добавляем, конечно же, специи. Это перец, соль. Еще, потому что мы мало добавили. Копченая паприка. Можно просто какую-то паприку добавить. Лавровый лист обязательно. Лавровый лист это прям для жаркоя самый топ. Вот, смотрите, какая красота. Сейчас вода это выпарится. И блюдо будет у нас шикардо. Там будет готовиться. Значит, что мы делаем дальше? Мы отправляем лавровый лист. Я не скажу, что он у меня сейчас был под рукой. Я просто во время приготовления этого процесса, я быстренько сгонял в магазин за лавровым листом. Потому что, как всегда, на зло оказалось сегодня. Оставляем примерно на минут 20. И что мы будем делать? Кушать, пробовать будем. Поэтому через 15-20 минут встречаемся и продолжаем дальше. А так, мы возвращаемся. У нас прошло минут 20, не больше, наверное. И последний штрих. Смотрите, что мы делаем. Мы добавляем просто зелень сюда. То есть мы все-таки решились добавлять ее в конце. Добавлять можно петрушку, укроп, кинзу. Не знаю, ну, на любителя, на вкус. Что угодно. И подаем. Берем паломничек, подаем и наслаждаемся. Так, ну все, подаем блюдо. Смотрите, какая красота здесь. Все. Итак, вот, пожалуйста, смотрите. Сметанку можно прямо вовнутрь подавать. Можно вот в соуснице. И берете такую, идете в какую-нибудь тандырную. И покупаете лепешку. И с лепешкой это все дело кушаете. Вся фишка в том, что чем больше здесь сметаны, лепешечку прямо в этот вот весь сок классный. И все, и наслаждаемся этим блюдом. Друзья, в общем, очень крутое и очень простое блюдо. Сделали сейчас вместе за очень короткое время. Кроме того, что нужно почистить овощи. Все, не больше. Всем приятного. Подписывайтесь на мой канал. Пишите комментарии. Ставьте лайки. И приятного аппетита.